Это деревня Волково, и мы с вами направляемся сейчас в Романцевские горы. Выживание в диких условиях, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Градиленко. У меня была мечта до 180 сантиметров хотя бы дотянуть. Дмитрий, мы вывезли вас в глухое место. Я понял. Что в Романцевских горах делать? Рыбу ловить. Найдем рыбу. Там красивее будет. Что, мы не перепрыгнем? Три метра. Офигел? Не, хорош. Ну, смотрите. НЕТ! Это со страху или что? Обоссался. Фак оф. Я не пойду. Я не хочу. Я боюсь. Меня сковало, значит, боязнь. Все. Вызывай МЧС. Клещ. Блядь, телефон упал, сука. А, все, блядь! Что, стукнулись? Пиздец, все. Колено заклинило, нафиг. Я устал, я хочу домой. Отпустите меня. Пожалуйста. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Дмитрий, скажите, а вы звезда? Нет, я просто очень узнаваемый человек. В очень узком кругу людей. Нам подойдет. У нас программа про звезд. Или звезд в очень узком кругу. В нестандартных условиях. Я не пойму, где мы находимся. Я, если честно, тоже. Короче, это деревня Волково. И мы с вами направляемся сейчас в Романцевские горы. Не, ну, я понимаю. А куда идти-то? У нас с вами паломничество своеобразное. И рано или поздно мы найдем верный путь. Удочки есть. Что в Романцевских горах делать? Рыбу ловить. Найдем рыбу. Судя по названиям, да. Потому что Олег Иванович Романцев самый заядлый рыбак. Наверное, в честь него назвали вот это Романцевские горы. Хочешь все думать? Он нам путь-то покажет? Вы знали вообще, что здесь телефон не ловит? Совершенно. Кому звонить? Вон, кстати, телефон есть. А ты не помнишь, справочная, вот раньше была справочная. Так это вы должны помнить. Я справочную не разу не звонил. Ну, блин. Я звонил 02-03. А справочная, может, 09? Попробуй 09 узнать. Как попасть на Романцевские озера, горы? Куда-нибудь на Романцевские. Куда-нибудь на Романцевские, да. День России, блин. В России ничего не работает в этом. А может, Олегу Ивановичу доберем отсюда? Ну, попробуй. Ну? 916. Сейчас. 916. Олег Иванович сказал, что в магазин взять, чтобы было, и туда. А туда? И туда. Все, я же говорил, укажет. Ну, немножко красненького. Ну, холодненькое. Более-менее. Ну, и водичка. Вот, в общем-то, я думаю, путь у нас длинный. И непростой. Так, Дмитрий. Да. Туда и налево. Я догоню. Пока недалеко ушли, я проверю, все ли взяли, ладно? Давай. Так. Так, 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 так. Так. Теплые вещи есть. Бутылка вина есть. Топор есть. Палатка, спальник есть. Все есть. И самое главное. И самое главное. И самое легкое. Приложение Фонбет. Всегда со мной. Весит немного. Доступ к лучшим коэффициентам. Самые актуальные ставки. Регистрируйся по промокоду фут и получай очень приятный фрибет. Фонбет. Легкий и надежный букмекер. Мне пора. Дмитрий! Налево! Налево! Здравствуйте, что вы у нас тут фотографируете? Все фотографируем. Красоту вашу. Можно поделитесь? Нечем делиться. Красота. Какая тоже бабушка, да? Прямо из любовь и голубя. Несучно. Да. Советский союз. Это вы когда, получается, росли? 70-80-е, да? Ну, уже в 69-м я родился. Ну, в 69-м. Значит, рост я в 69-м начал расти. Ты представляешь? Вот в 69-м я начал расти. И как растете до сих пор? Ну, сейчас я уже расту тихонечко вширь. Вширь? Да. Или вглубь. Вглубь, это интересно. Раньше я рос, пытался расти. У меня мечта была. У меня была мечта. До 180-ти сантиметров хотя бы дотянуть. Я же типа защитник. Ага. Ну, какой защитник? 176. Ну, это же ужас. Ну, почему, украни? Ну, слушай. Я был центральным всегда, всю жизнь. Либеро был такой. Такая была позиция на поле. Либеро. Вот я думал, елки-палки. О чем у меня отец? Я выше отца на 10 сантиметров. Мать на 15. И откуда у меня будет рост? На турнике висели? Обязательно. Обязательно. Не только на турнике висел. Ты знаешь, в детстве у нас было упражнение. Так. В детской юношеской школе наш первый тренер, мой тренер, Владимир Иванович Мажаев, говорил, ребят, чтобы тренировать игру головой, подойдите к дереву, клеточке, вот рукой достаньте и представьте, что это мяч. Потом отходите, разбегайтесь, выпрыгивайте и бейте головой по этой веточке. Исполните? Типа вот так вот, да. Типа вот так вот, понимаешь? И вот это надо делать было там раз 20. Понимаешь? Ну, опять же, веточка должна быть вот на такой высоте. Вот так и проверяешь прогресс, да, свой? Да, и ты стараешься, значит, выпрыгиваешь, значит, корпусишка назад, и типа бьешь по мячу. У тебя сложно. У меня груз. У тебя груз. А это тоже тренировка, это же тоже тренировка, друг мой. Это же, значит, с отягощением, елки-палки. Ну, конечно. Я застал, у нас тоже начали появляться всякие штучки в тренировочном процессе, знаешь, вот эти, как по килограмму, блин, вот это. Ну, утяжелители, да, специальные эти бандажи с песочком, что-нибудь. В общем, первый кроссфит, так сказать. Ну, да. Хотя все это, вот это сейчас смотришь, на то, что как там тренируются. Да, картинка красивая. Там как фишек понаставят на все поле. Там фишечки, барьерчики, там это, то, сю. Да, конечно, все красиво. Три тренера разминают сначала. Один заднюю поверхность бедра разминает, другой переднюю. А третий, типа вот это, стретчинг, или как его там называют. Стретчинг, стретчинг, растяжки. И в основном сейчас девочки это делают. Ну. Девочки. А что, плохо, что ли? Штат, значит, футболистов 30 и обслуживающий персонал 40. Так поэтому не травмируются, наверное, поэтому все здоровые растут. Поэтому они и травмируются, конечно. Почему? Постоянные травмы. А что, не травмируются? Ну, надо же обследоваться постоянно, надо следить за каждой мышцой. Слушай, я к тому, что... Мы этих футболистов уже так, значит, оберегаем, что не хватает еще одной должности в футбольном клубе. Человека, который будет покупать туалетную бумагу и жопу им вытирать, понимаешь? Вот не хватает еще вот этого. Был тренер такой, Валерий Овчинников. Вот на закате моей непродолжительной футбольной карьеры. По кличке Борман. Почему Борман? Почему Борман? А, не знаю. Ну, возможно... Музырский тесун. Из-за своих габаритов. Он был просто очень большой, здоровый, значит, огромный мужик. И просто возможно... Но он с вами не бегал? Ну, конечно, нет. Слушай, ну, столько, сколько я бегал у него, я больше не бегал нигде. Но без мяча. Без мяча. Потому что, грубо говоря, там игру отыграли в воскресенье, в понедельник и выходной, во вторник 20 по 300. Просто тупо. 20 по 300. И есть определенное время, что эти 300 метров ты должен пробежать за какой-то... За столько-то секунд. Потом сколько-то секунд паузы и пошел опять. А он спокойнечко сидит на кромке поля, на лавочке. Восседает мощно, да? Да. Кофеечек у него, кофеечек, сигареточка и телефончик. Вот вся его работа. В общем, как вы в медиалиге, да? Слушай, ну... Ну, похоже? Похоже? Нет. Слушай, совершенно нет. Давайте я вам красивую фотку сделаю. Похоже. В инстаграм. Занюхните красиво шипончик, Дмитрий. С одухотворенным лицом только. Вот. И на меня посмотрите вот так. Одухотворенный, очень одухотворенный. Я поплыл. Ребят, это ерунда. Это ерунда. Вот это шипончик. Знаешь, я был в Саратове. Недавно. И иду по набережной. Конопля. Прям растет конопля. Дичка. Я в шоке вообще думаю. Я даже где-то это выложил. Так, и как вы поступили? Я вот так взял. Так. Кайф. И выбросил. И все, да? Да. Сбросили груз, так сказать. Ужас, блин. Растет в Саратове на набережной. Слушай, на центральной. Это вообще, я в шоке. Это очень плохо. То, о чем мы сейчас говорим. И запрещено законодательством Радикой Федерации. Серьезно? Да. Правильно. Я считаю, да. Мы за здоровый образ жизни. Конечно. Тест Купера не пройдешь, если будешь употреблять всякую дрянь. Брось бяку. Брось бяку. Ну, и с ним столько историй, с этим Ловчинниковым. Я, я... Значит, у меня были длинные волосы. Длинные, вообще прям длинные волосы. Рокстар? Да. Значит, на сборах. На сборах. Зима. Мы какие-то игры играем товарищеские. Товарищеские игры играем. Значит, и мы проиграли какую-то игру. Нам забили с углового. И мы типа смотрели, разбирали игру. Смотрели наши ошибки. И он ко мне докопался до меня. Говорит, Градиленко, ёпка ж. А вот центральный защитник, да, как раз? Да. А нам подавали угловой. Подавали угловой? Он говорит, пока не подавали угловой, ты 48 раз вот так вот сделал, бля. И нам забили гол. Не из-за моей ошибки. Но я 48 раз вот так поправлял волосы. Потому что, ну, я не понимал эти резиночки. Значит, так. Что он сказал? Завтра. А мы на сборах были в Сочи. Он говорит, завтра у нас с первой половины дня выходной. Во второй половине дня тренировка. Идешь в парикмахерскую. И говоришь, здесь два, здесь один. Если не подстрижешься, можешь ехать домой. Постриглись, да? Естественно. А что, сделаешь-то? Жалко было? Да. Ну, для девчонок же отращивали, наверное. Нет. А для кого? Просто. 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 Мне нравилось. Слушай, а мы дошли, оказывается, уже. Да. Вон голубые озера. Вон просто озеро. Да. Слушай, реально какой-то цвет воды. Там красивее будет. Что, мы не перепрыгнем, что ли? Три метра. Офигел? Ну, там покрасивее будет. Здесь три метра. Не, хорош. Ну, смотрите. Нет! Опа. Я допрыгнул. Могу подать руку. Да вон там узко. Ну, перейдите там. Нам же для красивого виду. Я согласен. Вон, опербаем. Вот здесь вот. Руку дам и перейдете. Не, не, не. Ты что? Ну, ну что, я вас не вытяну, что ли? Конечно, нет. Да, конечно, вытяну. 87. Но вы же до 180 не выросли, как бы. Нормально. Давай я лучше сейчас спокойненько обойду. Ну, давайте я вас подожду тогда. Спокойненько обойду. Не, не, не. Палезай со мной. Давай лапу. Брат. Что дороже? Тыли, камеры? Настоящие герои не смотрят на взрыв, да? Вот. 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 Это я прыгнул. Понимаешь? Это со страху или что? Обоссался. Полезли дальше. Конечно. Всем привет. Это Биар Гриллз. Выживание в диких условиях. И сегодня у нас в гостях Дмитрий и Градиленку. Как дела, Дмитрий? Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Я слышал, что ты футболист. Ты жесткий парень. Градиленку. Я был злым. Грубым. Что? Ты говоришь в русском? Да. Даже жестче, чем я думал. Мы можем материализоваться с байками про Олега Соленко и приложить по полтинечку. По полтинечку. Кстати, да. Слушай, тембр вот этот все сейчас прям один в один. Слушай, ну Олег Соленко, я с ним знаком вообще там лет, наверное, с 14. Потому что мы одного года, и мы одного года, и мы играли за сборную СССР. У нас был тренер Борис Петрович Игнатьев. Потом, который, кстати, был тренером сборной России. Помним. И мы с ним познакомились, и как-то вот на первом сборе мы так что-то сдружились. То ли у него был плеер. CD? Никакой офиге. Кассетный? Ну, конечно. То ли я не помню, то ли магнитафончик какой-то. Ему нравился розембал, а мне нравился розембал. Ну, утки летят уже высоко. Конечно, конечно. И как-то мы раздружились, дружились. И потом какой-то момент, не знаю, откуда у меня... У меня было 10 рублей. Большая сумма. Знаешь, какая вот эта красненькая такая? Это не знаешь. Я помню беленькие такие, желтенькие. Ты знаешь, беленькая, которая лежит у тебя в рюкзаке. Это я знаю, ты точно знаешь. Беленькая она. Как говорил Юрий Васильевич Гаврилов, аккуратней в импела не побей. Одна не звенит, а две звенят не так. Это вот такие выражения. Это ружье, которое выставили сегодня. Совершенно верно. Да. А вот, и как-то... Я не знаю, у меня была денежка вот эта, 10 рублей. Ага. И что-то как-то... Мы жили с ним в одном номере. Так. 14 лет, да? Да. И потом, то ли в этот день мы разъезжались. Разъезжались вообще, разъезжались. Ну, то есть сбор закончился, и каждый уезжает. И я типа вышел. И потом сразу зашел обратно. И я смотрю, я захожу, а он... Тащит. Десяточку тащит. Ты понимаешь? И после этого наши отношения закончились. Ну, он, естественно, сказал, что я там хотел пошутить там туда-сюда. Ну, понятно. Спрятать туда-сюда. Ну, типа, да. Ну, да. Но эти славные традиции продолжаются в российском футболе, как известно. Ну, слушай, ну, мы же тоже... Я не знаю, но я тебе просто рассказал реальную историю. Что там было с человеком, который вчера подписал, значит, очередной контракт. Я не знаю, что там было в «Спартаке». Там же тоже что-то кто-то там... Ну, да. Что-то было с кошелечком. Там тырили там что-то. С кошелечком. Кто-то у кого-то что-то тырил. Хотя... Но мы ничего не можем утверждать. Да нет, ну это говорят, что ты байки. Пока на видео не всплыла, правильно? Нам переходить пора. Да? Давай. Я прыгаю здесь. А теперь нужен рюкзак. Потому что ты не сможешь. Ты слабенький. Вот именно там надо сделать это. Не вопрос. Там проверенный путь. Теперь аккуратно. Аккуратно, подожди. Слушай тренера. Так. Раз, два, три. Вот и все. Прекрасно. Все вас надо учить, молодежь! Ё! Переживал сейчас я, переживал. А мы за вас как будто нет. Потопали. А мы не туда пошли. Иван, говори, куда идти. Обратно, что ли? Ну, обратно далеко. Давай на сквозняк просто так. Да? Ну, конечно. Мы не ищем легких путей, пойми. Зато нас ищут клещи. Ну, что, слушай. Ну, клещи. Значит, напролом... Слушай, нас Марадона не взял. А ты про каких-то клещей говоришь вообще не понимаешь. Ну, вот с этим девизом и вперед. Скажи мне честно, вот ты ходил по грибы когда-нибудь? Да, я с дедушкой ходил по грибы. С дедушкой. Давно ли? Очень давно, в детстве. Слушай, и я ходил с отцом. Ну, слушай, я любил такие походы. Знаешь почему? Ну? Потому что я любил привалы. Привал, я любил привал, понимаешь? Я любил, когда мы сядем уже, достанем там огурчики, яички, которые мама нам с собой давала. Ну, это намек? Ну, конечно, давно пора уже. Ёлки-палки. Мы гуляем уже три часа. Когда привал? Где рыба? Где? Сейчас выйдем на дорогу. Там нет рыбы. Ты помнишь фильм? Это особенность национальной охоты или рыбалки. Рыбалки. Там нет рыбы. Она ушла за дальний кордон. Так мы куда идем сейчас? Сейчас найдем. Ну, это же Романские горы, она здесь везде. Куда мы идем? За дальний кордон? Да, на дорогу. Бля, клещ. Ёплай. Да я пошутил. Ну, все, мы идем за дальний кордон. А сколько идти, мы не знаем. Я как будто сам... Навигатор не работает. Сам иду с дедушкой по лесу. И дедушка... Меня пугает страшилками и клещами. Налево, направо сейчас. Налево не пойду, я тебе говорил, я женат. Пойдем направо. Ну, в четвертый раз. Не-не, хороший. Вы на каком классе-то ездили? Какой класс поздейли? Ну, конечно, эконом. Эконом? Ты что, офигел? А что, я езжу на экономе. Ну, поэтому я тебя и не возил, ёплай. Закажи нормальную черную машину, мне. Ты что? Я бы вас и не узнал. Ну, ты же увидишь приложение, ёплай. Кто там, лицо-то знакомое, мелькает где-то. Дмитрий. Да. 4 из 7. 5 и 0. Слушай, Спорт Экспресс, помнишь, Тайло оценки? Да, 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 конечно. Легендарные. Легендарные оценки. Я играл в «Жемчужине» какой-то период, 3 месяца. Ну, как обычно, игра со «Спартакома». А мне же, знаешь, со «Спартакома» это же, блин, у меня же... Зудит прям. И они приехали в Сочи к нам. Я центрального хава там, как начал выжигать. Там, пятая минута, елокард, бац, 0.1. Двадцатая минута, елокард, бац, 0.2. В итоге 2.7. Вот. Я без оценки. Это самая низкая оценка, блин. Слушай, я отыграл 30 минут, ну поставь что-нибудь там. Я не знаю. Накинь единицу. Ну, хоть, ну, да поставь единицу, слушай. А вы так часто говорили? Слушай, оценку поставь, пожалуйста. Не, я так говорил иногда журналистам. Я говорю, слушай, мне нужно, чтобы запустить в газету, блин, какую-нибудь, я говорю, там, что футболистам условно Ивановым интересуются, там, три клуба. Слух пустить, да? Да. Сто долларовчик. И раз в газеточке уже есть. Заметка. Конечно. И пошло. Нормально. Агентские дела, да? Конечно, конечно. Побриться у Романа просто. Конечно, конечно. Тогда было так вот все просто. А тут история была. Я ехал с одним чудаком. Вез его. А он меня узнал. Такси? Да. А он меня узнал, а он из Роснефти. Говорит, Дима, там, я болельщик Спартака, там, туда-сюда. Вот. И мы что-то разговорились, пятый-десятый. Я говорю, да у меня школа. Он говорит, да я что-то слышал там. Слушай, если надо, хочешь я помогу? Я занимаюсь как раз-таки в отделе в каком-то, в Роснефти, ты понимаешь? Типа, не спонсор или как называется? Короче, все есть. Все есть. Да. Да. Обращайся. Говорю, это же благое дело, блин, помочь детям. Я говорю, да конечно, мы тебя там нанесем. Сюда ли? Или там сюда? Сюда. Куда вот? Давай. Он говорит, да, на тебе визитку. Дал мне визитку. Значит, я ему раз звоню, два. Да-да, я помню, я приболел. Давай через две недели. Да-да, я уехал, буду в России там через четыре недели. Я говорю, там, с Новым годом, туда-сюда. Уже три месяца прошло. Я говорю, ну помнишь, там, мы, ты говорил, можно обращаться. Да-да, помню, конечно, давай через новогодние праздники пройдут, новогодние праздники пройдут. И звонил в начале февраля. Очень занятой человек. Слушай, ну это нормально, слушай. Тогда звонили? Да, конечно, нет. И что? Мы пришли? Нет, не совсем. Но мы в карьерах. Вот мы сейчас в карьерах, мы сейчас должны взобраться на высоту, так сказать, осмотреть местность. Так как навигатор уже не помогает. Как колени у вас? Нормально? Ну, пока терпим. Ну, пора уже смазку доставать из рюкзака. Ну, сейчас сберемся и смажем. Хорошо, а куда сбираться? Ну, вот туда, вон, смотрите, какие красивые высоты. Да нет, ну это нереально. Ну, вот там тропка есть какая-то. Да нет. Вон, ущелье какое-то. Да ты что? Ну, давай, Сусанин, иди. Я не пойду. Рисковать не хочу. Нет, а можно взобраться? Там без экстрима. Хорошо, хорошо, иди, да. Ну, догоняйте. Там рыбы нет. Но я ее уже слышу. Там есть куда идти-то дальше? Конечно. Нормалек? Давай, я на руль. Я стартую. Фак оф. А вот я вижу людей. Они удят рыбу. Они счастливы. Блядь, пиздец, все. Там нет спуска, ты понимаешь? Да есть, но мы раз забрались, так спустимся. Мы забрались там. Ты понимаешь, как мы забирались? Тяжело. Меня сковала, значит, боязнь. Все. Вызывай МЧС. Звони. Аджоеву звони. Есть номер? Да. Здесь не ловят ничего. У меня телефон сел. Ну, вот, Дмитрий. Что? Я очень виноват, но вот там должна была быть рыба. Вон там должна была быть наша, значит, машина. Следы есть, а машины нет. Я говорил, здесь нет рыбы. Она ушла за дальний кордон. Не, ну она здесь была. Не, ну она здесь была. Есть подозрение, друзья, что вот там, там нет спуска. Я пойду проверю. Иди, пожалуйста. Я не пойду. Я не хочу. Я боюсь. Я боюсь. Блядь. Это ужасно. Не, есть спуск. Нормальный, правда? Иди. Иди. Нормальный спуск. Вот, я сейчас продемонстрирую. Давай. Вот так вот. Иду. В первый дивизион. Катимся. А там и до ПФЛ недалеко. Надо вот так вот поближе к почве. Чтобы на жопу присесть, да? Ну, уши доедут хотя бы. Как настоящие профессиональные альпинисты мы это сделали. Йо-хоу! Дмитрий, ну вы на таком вайбе сейчас. Я прям не могу. Я устал. Я устал. Я хочу домой. Отпустите меня. Пожалуйста. Здесь ничего не ловит. Интернет не ловит. Телефон сел. Ребят, ну не хватит издеваться над стариком. Ну, меня жена ждет. Я счастливый человек. Скоро будет 6 лет, как мы встретились 17 июня. Понимаете? Я хочу 17 июня хотя бы приехать домой. Ну, пожалуйста, ну отпустите. Еще туда. Последняя высота, Дмитрий. Там рыбка. Там костер. Не знаю, на какой лет мы взбирались, но нам вот туда. Браво. Ну, мы хотя бы смотрелись, так или иначе. Немножко. МЧС? Это вертолет. Интересно. Ну, вот сейчас просто на тропку туда и все. И нормально. Ну, по ровной высоте. А стакан-то есть какой-то? Не передерживай. Два касания максимум, понимаешь? Да. Обработал, сразу отдал. Понимаешь, что мне делать? И забеги сразу. Выпил, забеги. Откройся. Откройся, нормально. Прошу. Я подстрахую. Шикарно. Динамо в Тбилиси? Нет. Это... А что это? Это ПСЖ, кажется. Не, ну это Леон. Леон? Ну, шикарно. Пернамбукану. И все же туда? Туда. Дмитрий, мы вывезли вас в глухое место. Я понял. Ну, а что? Живописный маршрут. Я так понимаю, что футбольный клуб «Родина Медиа» поработал. Они хотят просто оставить козлов без тренера и спокойно выиграть следующий выходной, да? Ну, они же понимают, что обычными методами вас не пройти. Слушай, ну, согласен. Ради победы можно идти на все. Вот это, палатки, это все уже не мое. Не, не люблю это заходи. Леонид, мы как с вами договорились? Вам к субботе или к воскресенью нужно быть, к выходным, к игре. К игре выйдем. А, все, ай, блядь! Что, стукнулись? Пиздец, все, колено заклинило, нахуй. Я пошутил. Блин, а вот если я так скажу, мне никто не поверит. Козлы, уродины выиграли! Я пошутил. Потерпим еще немножечко. Немножечко. Почти дошла. Да, и полежи, да? Мой хороший. Такой хороший такой. Да, такая сильная. Ладно, дальше мы без вас, да? Такая цивилизация. Пойдемся. Пора. Вот сюда, да? Да, да, да. Спасибо. Спасибо, добрые люди. Вот. Вот так немножко возьмите. Ну, в горе, я буду так говорить. В горе возьмите. Вот там вот спуск нормальный, да? Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И денег не надо Это подарок Спасибо большое вам Я же сказал, что у тебя трубы горят У меня тоже горели Три, два тебе Один тебе, два мне Спасибо большое Да, пожалуйста Ребят, ну я не могу же просто так это все Я же пущу по кругу Во-первых, чтобы вы понимали, да? Нет, туда, туда, туда Блин, туда? Да, конечно Это что, нормальный понток Стулья у нас крепкие А вы-то ловили, удили С Олегом Ивановичем? Да, с Олегом Ивановичем нет Ребята, рассказываю историю Ростов Футбольный клуб Ростельмаш 98-й или 97-й, не помню Значит, приезжает к нам В команду Сергей Колотовкин Так Питерский воспитанник Игравший в ЦСКА Но его отправили вот В Ростельмаш На место левого защитника И как вы думаете Все футболисты приезжают там с сумкой В которой лежат, наверное, бутсы, да? Одна пара, две пары Там кроссовки какие-то Не знаю, форма А он приехал вот так вот, друзья С уночкой Потому что он заядлый рыбак И вот как-то так произошло, что После какого-то выигрышного матча Мы с ребятами, с друзьями Миша Куприянов Толя Бессмертный Серега Колотовкин Я Кажется, Леха Гущин еще был Решили поехать на рыбалку На выходной день Мы сидим там потихонечку Смотрим, наблюдаем Выпиваем И вот, значит, они раз закинули что-то достали Два закинули что-то достали С Мишкой Куприяновым И Серега говорит мне, Колотовкин Град Меня звали Град Иди сюда Попробуй половить Я говорю, да я не умею Вот здесь я себе все сделаю И я закидываю И у меня сразу начинает клевать Чего поймали? Ну я поймал рака Рака Я говорю, Серег Рыбалка Это не мое Я насадил Я не знаю, что делать дальше, братец Решай сам Так, а как ее раскручивать? Окей Что, мне звонить? Позвоните Колотовкину Звонок другу Звонок другу Что делать-то? Я уже звоню Гарик, ты знаешь, у нас такая есть игра Кто хочет стать миллионером Значит, у нас есть спиннинг И мы не знаем Значит... И 30 секунд Всего лишь Быстрее Как значит Этот спиннинг Значит, забросить Потому что мы вроде насадили Там на крючок А не знаем, как забросить По видеосвязи Можешь связаться? Нормально у меня все? Открыть катушку и забросить А, просто открыть катушку И забросить Ты открыл катушку? Да Просто открыть катушку и забросить Открыть катушку Забросить Забросить Давай, сильнее Забрасывай Гара, спасибо большое 30 секунд заканчивается Я тебе перезвоню Пока Опарыша берите Нахуй мне нужна опарыша Я на пиво буду ловить Ну, кайф Кайф Рыбы точно водятся Раз романцевские водятся Сто процентов, конечно Каждая рыба знает Олега Ивановича Слушайте, а вы комментатором работали, да? С 2003 года по 12-й А почему ушли-то? Я был комментатором Именно со-комментатором А иногда просто один комментировал матчи Потом я был там экспертом, туда-сюда Ну, а после того, как Произошла история с ФК Урожай Нельзя, да? Не то, что нельзя Меня просто там заблокировали и все Не приглашали и все Не грустно? Ну, если не хотят меня видеть Мы же все прекрасно понимаем, что Матч ТВ – это Газпром-медиа А я там Подожди, есть Еще и РФС А РФС – это тоже Короче, персона нон-грата, да? Ну, конечно… Града 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 Града? Ну, я же град Смешно Поэтому нон-град Града нет Понятно Нет града Значит, первый мой большой форум – это Португалия 2004 год Да, потом Германия шестой Потом восьмой Швейцария, Австрия Очень прикольно Ну, кайфовали? Да прикольно, конечно Клево Слушай, если мне футболистам не удалось Попасть в сборную России И играть на таких больших формах Получилось все же попасть на эти Праздники футбола Но в качестве Комментатора Или сокомментатора Значит, мой товарищ Эдик Который приехал на матч Голландия-Россия Говорит Слушай, град, купи мне тоже билеты там на полуфинал Туда-сюда Как сейчас помню 200 евро Стоит билет И 20 евро Типа комиссия Я купил 4 билета Себе И товарищу И он на следующий день звонит и говорит Я не смогу приехать И что я сделал? Я такой Потираю ручки Блин, сейчас наживу Сейчас продам Вот так Дмитрий Григорьев Стал агентом Сейчас продам Эти билеты День матча Матч был, как вы помните В Вене Мы из Швейцарии Значит, приехали на поезде в Вену И выходя из поезда Я увидел людей Которые предлагают билеты Уже Знаете, уже на вокзале Я кое-как, значит, впарил билеты Два билета за 100 евро За 100 Заплатив 400 И пошел и сидел Сидел где-то в жопе мира Типа, знаешь, угловой флаг И там, типа, где-то высоко Тактическая камера Начинается матч И я смотрю, что чудак Сидевший Рядом со мной Но на ряд ниже Он даже футбол не смотрит Он просто Строчит смски И говорит И пишет кому-то Я, типа, на полуфинале Я купил билет За 20 евро Я такой Так я в порядке Говорю Я-то продал за 50 Тащи Ну тащи Надо крутить эту штуку Ты чего, ку-ку-ку совсем? Ты чего совсем? Так не крутится? Не крутится Надо так сделать и крутить Ты чего, ку-ку совсем? Тащи, давай Тащи, тащи, тащи Давай, ёбать Мне кажется, она умерла, Дмитрий Она умерла от того, как просто схватил этот опарыш Вообще беспонтовый Ёбать Сейчас уйдет Мне кажется, она никуда не уйдет Слушай, это судак Мне кажется, судак, дружок Мне кажется, это мороженый судак Наконец-то мы что-то поймали Спасибо, Олег Иваныч, что заставили И утешили нас Блядь, телефон упал, сука Это пиздец? Какой айфон? Да похуй Ну какой айфон? Нормальный Модель Нормальный Двенадцатый? Пятый, блядь Тогда пиздец Как вам в романских горах? Только честно Нормальный Потому что пиво есть За Олега Ивановича За Олега Ивановича За тебя За вас Редактор субтитров А.Семкин